Кто заказывал воду? Прошедший ливень доставил немало проблем горожанам. В плюсе только дети. Тренировка вместо лекции для воспитанников летних лагерей проводит уроки безопасности на воде. Блины пожирнее, праздник веселее. Жители отдаленных районов города собрались вместе в рамках социального проекта. Обо всем расскажем прямо сейчас в эфире новости города. Здравствуйте. И к первой теме. За минувшие сутки в Благовещенске выпала треть месячной нормы осадков 42 мм. Синоптики назвали дождь опасным явлением. Кому последствия ливня испортили день, а кому дали возможность подзаработать. Узнаете сюжета. Это уже вставки были воды. В квартире Людмила Абрамова и нескольких ее соседей по пятиэтажке Надиченко 2Б потоп. Ночью протекла крыша. Вода лилась так, что тазики пришлось ставить даже жителям нижних этажей. Сначала сильные капли, а потом ручьем текло. Вот и тазики, и кастрюли подставляла. Боялась, чтобы не прошло на третий этаж эта вода не прошла. Но там вроде бы где-то попадало в таз, где-то в тряпки. Но без конца я вот раза четыре выливала воду. Это тоже улица Дьяченко. Именно по ней рискнул ехать на заказ доставщик воды Сергей Антоненко. Мужчина пояснил, другого пути к нужному дому попросту нет. В результате его микроавтобус не смог преодолеть даже половины затопленной магистрали. Сами видите, вся улица в воде, воды, вот практически по колено. Я не знаю, машина, может, воды хапнула, все заглохло. Стою, наверное, минут 15, вот человек подъехал, буквально сам остановился, предложил помощь. Свою помощь водителям предлагает и местные детвора. Стихия для них стала поводом подзаработать. Мы ищем номера, находим бамперы, потом звонят, и мы отдаем номера. Ну, говорят цену, какую вы хотите, и мы отдаем. Некоторые бесплатные отдаем. Я четыре самолично нашла, и вон помогает на мальчик низко. Общественный транспорт во избежание возможных проблем с самого утра отправили в объезд. До Игнатьевского шоссе автобусы добирались по Кантемирово. Если в микрорайоне проблему глубоких луж решили, пустив автобусы в объезд по Кантемирово, то найти Нистой так не вышло. Рядом нет магистрали, которая приняла бы на себя дополнительную нагрузку. Поэтому 30-й и 39-й ходят по привычной схеме и маршруту. Благоводы здесь не так много, как на Дьяченко. Всего же за сутки в городе ушли под воду порядка 140 участков, включая частные подворья. Не лужи, а целые озера коммунальщики начали откачивать с вечера. Основной упор пока делают на микрорайон. А это кадры, снятые утром в районе КПП. Воспитанников детского сада номер 35 передают в надежные руки воспитателей через забор. Происходящее в Благовещенске, впрочем, активно обсуждают не только в соцсетях. В мэрии прошло экстренное совещание под руководством главы города. Самое главное, что просчитали ресурсы, которые у нас на сегодняшний день есть на территории города. Эти ресурсы и запасы позволяют нам говорить о том, что ситуация под контролем. Со вчерашнего вечера мобилизованы все службы города. Они работают в настоящий момент и будут работать до тех пор, пока будет в этом необходимость. Необходимость, вероятно, еще будет. Дожди, прогнозируют синоптики, продолжатся в областной столице до конца недели. Анжелика Павлова, Андрей Белый, программа «Город». На набережной Амура приступили к обустройству амфитеатра. Сцену выкладывают из гранитных блоков красного цвета и серого в темную крапинку. Эти цвета будут гармонировать с основным цветом набережной. Из такого же гранита возведут зрительные места. Для освещения амфитеатра установят 12 пятиметровых опор и 11-метровые мачты. Эти и другие работы планируют завершить к концу года. Тем временем в областном центре создан совет по вопросам благоустройства набережной. В его задачи входит сбор и обсуждение предложений по благоустройству участка от Пионерской до Шевченко. Идеи принимают в городской администрации до 1 августа. Благовещенск готовится к переписи населения 2020. Для того, чтобы переписчикам было легко ориентироваться в областном центре, городские власти просят собственников обновить указатели улиц на своих домах. Указатели у нас имеют установленный образец еще с 2010 года. Собственники зданий сейчас обязаны самостоятельно размещать. Если ранее это делалось за счет средств городского бюджета, то сейчас это обязанность владельцев, правообладателей поддерживать в исправном состоянии, в чистоте своевременном обновлении. Обновлять их следует по установленному стандарту. Указатель должен быть синего цвета, а номерной знак размещен отдельно. За установку на домах иных обозначений или в случае их отсутствия предусмотрен штраф. В первый раз собственник заплатит 500 рублей. Столько же стоит готовый аншлаг установленного образца. За повторное нарушение нерадивых горожан накажут штрафом в двойном размере. Найти подробную схему, как должен выглядеть указатель, можно на сайте благовещенск.рф в разделе градостроительства. Продолжаем. Почти 9 миллиардов рублей область выделит на реализацию национальных проектов. По ним в регионе начались практически все конкурсные процедуры. Об этом губернатору отчитались на заседании правительства. В ближайшие три года в Преамуре реализуют больше шести десятков программ. 11 из них национальные, еще 50 – федеральные. Такие, как модернизация детского здравоохранения, образование, коммуникации между центрами экономического роста. Паспорта всех проектов уже готовы. Соглашения с федерацией заключены. Бюджет заложили больше 8,5 миллиардов рублей на их реализацию. В этом году освоят львиную долю средств – 5 миллиардов 400 миллионов рублей. Автопарк скорой помощи «Благовещенская» нуждается в модернизации. Его износ сегодня составляет 66%. Как улучшить ситуацию и получить средства на покупку машин, этими вопросами теперь будет заниматься специальная рабочая группа. В ее состав вошли работники станции скорой помощи, общественники и власти. Они должны отработать все нюансы и учесть все риски, связанные с возможной передачей транспортных функций Благовещенской скорой сторонней организации. О частных руках речь, конечно, не идет, заверяют члены рабочей группы. Я со всей ответственностью заявляю о том, что мы не допустим ухудшения работы скорой помощи не только в городе Благовещенске, но и по всей Амурской области. Посмотрим на этот вопрос очень внимательно, рассмотрим его со всех сторон. И сегодня можно сказать, что пока решение никакое не принято, поэтому комиссия будет работать, рабочая группа, и по результатам работы этой группы уже будут даны рекомендации, ответы. Список актуальных вопросов и предложений уже составлен. После согласования с сотрудниками скорой его передадут региональным властям. Урок безопасности провели для детей из пришкольного лагеря 25-й гимназии. О правилах поведения на воде и методах первой помощи утопающим ребятам рассказал спасатель первого класса. На лекцию он приехал после трудовой смены. Другие подробности в сюжете. С жилетом и кругом Федор Самохин не расстается. На работе от них практическая польза, на занятии наглядная. Просто читать лекцию ребятам младшего школьного возраста бессмысленно. Это спасатель понял сразу. Им нужно все примерить и потрогать, и показать. Как очистить легкие тонувшему? Как сделать искусственное дыхание? Новые знания сразу закрепили на практике. Тренировались друг на друге. Сильно это давит, потому что можно и друг сломать. Полсотни ребят провели время весело и с пользой. Не только запомнили правила, о которых рассказал спасатель, но и сделали собственные выводы. Например, ты катаешься где-то, например, на катере каком-то, и вдруг видишь, человек тонет. А если ты не умеешь плавать, как ты вообще сможешь что-то сделать, помочь ему? А нужно научиться для этого плавать. Умение плавать, впрочем, не всегда спасает, поправил специалист. Это стоит запомнить не только детям, но и взрослым. У нас водоемы такие опасные, то есть реки с большим течением, с двойными днами, там арматура валяется, камни, где можно повредить себя, где-то зацепиться можно. То есть опасные реки у нас где, что Амур, что Зе. Ну, в принципе, озера также тоже опасные. Видимости никакой нет уже, и поэтому если ныряешь, можно потеряться во всем пространстве. Такие занятия пройдут во всех лагерях города. Необходимость разъяснять и повторять есть. С начала купального сезона в Преамуре утонуло 14 человек, половина погибших – дети. Кристина Коширина, Богдан Храмов, Сергей Захарушкин. Программа «Город». Городские школьников учат безопасности не только на воде, но и на манеже. Уроки верховой езды проходят в лагере при конно-спортивном клубе «Алюр». Необычные смены устраивают четвертый год подряд. Чем они привлекают юных горожан, знает наш корреспондент. Смотри, Руслан, теперь левую ножку мы с тобой вставляем в стриме. Как правильно сесть в седло, 19-летняя Алина Улескова может объяснить в два счета. Покажет и поддержит. Сама стала фанатом лошадей и конного спорта именно после такой вот первой прогулки верхом. Пять лет набиралась опыта и теперь помогает новичкам. Я люблю очень детей, и мне хочется, естественно, передавать свои знания. То есть учить верховой езде, стараться показывать, что лошадь – это такое существо, которое может научить многому. У нас это получается. Детям нравится. И лошади они чувствуют. И каждому ребенку они помогают. Ежедневно в рамках смены проходят занятия на манеже. Ребятам показывают, как удержать равновесие и не упасть из кокуна. Но даже таким опытным наездникам, как Руслан Джекирба, а он в лагере второй год, это не всегда удается. Когда мы катались, меня лошадь так не слушала, почти упала. Она в каком-то месте ускорялась, в каком-то медлила. В каком-то вообще на траву ходила. Лагерь при конно-спортивном клубе пользуется популярностью. Это третья смена за нынешнее лето. Она собрала 35 ребят. Они посещают экскурсии, мастер-классы, участвуют в викторинах. У нас дети, некоторые приходят как с первой смены, остаются до конца, потому что всегда им интересно, всегда что-то новенькое. И им нравится то, что нет в других лагерях. Это обливаться водой, у нас есть своя поливалка, бегать босиком по песку. И играть в такие игры. У нас большой стадион в приконном клубе. И вот они там у нас резвятся, бегают, прыгают. 5 августа стартует четвертое изолето трехнедельная смена. Путевки на нее еще есть. Алена Лепкалова, Сергей Захарушкин. Программа «Город». Амурские волны и калинка в исполнении Благовещенского хора поразили жюри Международного фестиваля искусств. Красочный праздник прошел на одной из площадей Харбина. Академический народный хор городского дома культуры взял золото. Харисты исполнили две песни – «Амурские волны» и «Калинка» и набрали 9,9 баллов из 10 возможных. Оценивали исполнителей 15 человек – известные деятели культуры Китая и представители мэрии. Помимо амурчан, Россию в Поднебесной представили приморцы. Им досталось второе место. Победителей наградили дипломами и пригласили на следующий фестиваль. Блины, белые ромашки и веселые старты. Общественники, депутаты Гордумы и Амурского Заксобрания объединили жителей отдаленных районов города. Праздник «Мы живем с тобой по соседству» прошел на стадионе 15-й школы. Испытали насилу и ловкость детей и отметили супругов, которые прожили вместе больше четверти века. Как это было, смотрите сами. Приглашены как и молодые семьи, которые недавно образовались, так и люди с семейным стажем. Люди живут уже более 60 лет, имеют много внуков и уже и правнуков. Это Тайвань, Астрахановка, Спичка, Пятая стройка. То есть большая география даже с КПП людей. Я попробовала блины, они очень вкусные. Они такие, как сказать, чуть-чуть жирноватые, но это вкусно. Со сгущенкой это очень вкусно. Так, поженились мы в 77-м году. В 75-м. У нас трое детей, две девочки и один мальчик. Две внучки только у нас. Одной внучке уже 19 лет, другой 5. Вот когда уже дети взрослые, меньше, конечно, внимания уделяется, они кто-то объехались. И получается, что любовь вновь вспыхивает. Чем старше становишься, тем более бережнее, нежнее относишься к друг другу. Мероприятия проводятся в рамках муниципального проекта социального «Мы живем с тобою по соседству». Мы выиграли средства в размере 170 тысяч. И вот при проведении этих мероприятий и еще следующего у нас будет день урожая, где будем задействовывать вот эти вот средства муниципального гранта. Вместе улетели в небо голубое, а во всем забыли, были мы с тобою. Кто лучше танцует хип-хоп и дэнс-холл? Узнать ответ на этот вопрос танцоры нескольких городских коллективов решили с помощью батла. В очередном джемсейшене, что проходит в рамках культурной набережной, встретились два десятка исполнителей. Наблюдали почти полторы тысячи горожан и наш телеоператор. Наблюдали почти полторы тысячи горожан и наш телеоператор. Эта новость завершает выпуск. Я с вами прощаюсь и напоминаю, присылайте свои истории, фото, видео на наш WhatsApp и они станут новостями в программе «Город». Прочитать их можно на tvgorod.rf, в Инстаграм, Одноклассниках и ВКонтакте. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин